В эфире телеканала Аист, экстренный выпуск новостей сейчас в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Уровень воды в реке Ия в Тулуне перевалил за отметку в 1300 сантиметров. Там сейчас самая сложная обстановка. Всю ночь шла эвакуация людей. Ее ведут с помощью аэролодок. Спасатели активно подключились и местные жители, которые имеют плавсредства. С крыш домов, куда невозможно добраться водным транспортом, людей забирали на вертолете Ми-8 МЧС России. Многих приходилось забирать даже силой. Люди отказывались покидать свои дома. По информации, на эту минуту подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек. Из них 251 ребенок. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. Город Тулун буквально утонул. Вода пребывала стремительно. О том, как развивалась ситуация с места событий, репортаж Евгения Павлова. Эта дамба была рассчитана на 9-метровый уровень и своих надежд не оправдала. Тулунчане с моста смотрели, как вода переваливает через нее и заливает город. Буквально за час дамба утонула и стала не нужна. Городской стадион превратился в бассейн и даже крысы побежали с тонущего Тулуна. Ситуация в Тулуне ухудшается с каждой минутой. Вот здесь буквально на наших глазах только что вода была по ту сторону дороги и она уже переливается на проезжую часть. Это значит, что это часть улицы, которая тоже попадает под затопление. И люди спешно здесь эвакуируются, собирают свои вещи, увозят к родственникам и знакомым. Сейчас увезем, потом приедем, на крышу полезем. То есть вы эвакуироваться не будете? Нет, будем дом охранять. Прибрежные дворы затопило. Собак, баранов, вещи поценнее утащили на чердаки. ГИБДД уже перекрывало дороги, а спасатели экстренно начали эвакуировать людей. Собирая добро, многие и не заметили, как уровень воды уже поднялся до отметки, когда самим не спастись. Катера, гидролодки, проходимые машины – все задействовали для спасения пострадавших. То есть вы сами, получается, не могли уже? Ну, мы начали сами, нам помогли. И хозяйство спасали? И хозяйство спасали, конечно, все. В Тулуне затопило почти тысячу домов. Кроме сотрудников МЧС, людей спасали и обычные местные жители на личных плавсредствах. Катер, который буксирует к берегу дорогим лексусом – нормальная картина в эти страшные для города часы. Каждый помогал, чем мог. Сегодня после обеда начали вывозить. Еще думали, все надеялись, до последнего держались. Собаку увезли в деревню, детей, жену спрятали, а остальное все. Наживное дело, как говорится. Самое главное – все живы, здоровы. Два пункта временного размещения развернули в Тулуне, 11 – в Тулунском районе. Наводнения были в городе в 1984-м и 2006-м. Но, как говорят старожилы, до такого уровня вода не поднималась. В дому, в квартире, вот так. А вещи как получилось? На втором этаже нормально спасить? Как спасить? Тащили всем миром. И теперь где будете? Как ночевать там? Где? К мэру поем? Домой жить? Ситуация не становится лучше. Поисково-спасательные работы в Тулуне продолжаются. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. Евгений Павлов, Константин Синицын, Станислав Бабарико. Новости сейчас. В связи с перекрытием федеральной трассы сотни фур скопились на подъезде к Тулуну. Они следуют транзитам в Красноярск и Томск. Водители больше суток живут в машинах прямо на дороге. И отмечают, что в связи с паводковой ситуацией в Тулуне резко возросли цены на продукты. Вот что говорят дальнобойщики. Игорь, ну вот расскажите, вы сколько здесь вот уже сидите? Со вчерашнего вечера. А куда вообще ехали? Домой. В Красноярск. В Красноярск? А что говорят по трассе из-за того, что закрыли? Говорят, что до первого. Будем здесь хулить, то есть отдыхать. А вы здесь в гостинице, да, где-то посиделись? В машинах? Да. В гостинице на колесах. В гостинице на колесах? Да, да, да. И сколько у вас здесь вообще человек? Ну, стоянка забитая почти. Машин 20, наверное, есть. А вообще на вашей памяти когда-нибудь такое было? На этой трассе нет. Постоянно ездим. Ну, такого я не знаю. Первый раз. Первый раз, да. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев и губернатор Иркутской области Сергей Левченко прибыли в Тулун. Паводковая ситуация в городе и Тулунском районе катастрофическая. Уровень воды в реке Иа поднялся до небывалых показателей выше 13,5 метров. Это на 4 метра выше критической отметки. Уносит дома, топит приусадебные участки. Спасатели эвакуируют жителей, федеральные трассы и мосты перекрыты. С каждой минутой вода прибывает. На месте комиссия оценит ущерб, нанесенный стихией, и поможет пострадавшим от паводков жителям Иркутской области. Под угрозой наводнения уже Зиминский район. Мы следим за развитием событий. Сейчас в Главном управлении МЧС России по Иркутской области идет комиссия по чрезвычайным ситуациям. Там работает наш корреспондент Екатерина Нерушкина. Екатерина, расскажите, какую информацию уже озвучили, какие прогнозы на ближайшее время? Добрый день, Марина. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы сейчас находимся в региональном управлении МЧС России. И сейчас с моей спиной в зале заседания проходит селекторное совещание, вернее, комиссия по чрезвычайным ситуациям, главе с министром по чрезвычайным ситуациям нашей страны, это Евгений Измичев. Он проводит заседание из штаба, который располагается в Тулуне. Буквально несколько минут назад он закончил совещание в администрации города и сейчас приступил к проведению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также с ним находится Сергей Миняйло, это полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе и наш губернатор. Также к селекторному совещанию присоединились мэры территории, которые докладывают обстановку, кроме мэров обстановку докладывают практически каждое министерство, которое как-то принимает участие в ликвидации последствий, либо в борьбе со стихией. Сейчас я поделюсь с вами самой последней информацией, прошу прощения, я буду подглядывать, чтобы не обмануть вас в цифрах. Всего сейчас в нашей области запомнило около 4 тысяч домов и пострадало 9 тысяч человек, чуть более 9 тысяч человек. Среди них 2 тысячи детей. Всего по области развернуто 32 пункта временного размещения. Комиссия существует, комиссия по оценке ущерба, и также формируются списки пострадавших. И кроме того, хочется отметить, что в гидрометцентре сообщают, что 29 и 30 числа по области ожидаются ливневые дожди, что, к сожалению, ситуацию не улучшит. И также хочется немного поговорить о Тулуне, о Тулунском районе, за который мы переживали вчера, всем городом, всей областью. После сноса, после затопления, после того, как дамбу, которая была рассчитана на 9 метров, попросту снула в этом городе, оттуда было эвакуировано 500 человек. И сейчас там затоплено более 900 домов, и пострадали 2 тысячи жителей в самом городе Тулун. И из них 251 ребенок. Расположено 2 пункта временного размещения, один в школе номер 1, там сейчас находится 32 человека. И второй пункт временного размещения находится в одной из спортивных школ города. Там сейчас находится 90 человек. Всего же в Тулунском районе затоплено 13 населенных пунктов и 1276 домов. Пострадали 3 тысячи человек. Хочется отметить, что Тулунский район сейчас находится в самой критической ситуации. Все районы, которые у нас были затоплены, сейчас там ситуация стабилизировалась, и вода потихонечку убывает. Это Нижнеудинский район, Тайшинский район, Ичунский. В Тулунском районе ситуация остается критической, и вода все еще прибывает. Люди все еще в панике и спасаются как могут. Там работают большее количество бригад, сотрудников МЧС, а также добровольцев. На этом у меня все, Марина. Да, Катя, спасибо. Мы будем ждать новой информации, а пока продолжаем выпуск. Что же стало причиной такого разрушительного паводка? Сегодня в региональном МЧС озвучили две версии. Это длительные ливневые дожди и возможное таяние ледников в Саянах. Спасатели опровергают версию обрушения ледника. Тем временем прогноз синоптиков на 29 и 30 июня неутешительный. По Иркутской области ожидаются грозы. При грозах порывы северо-западного ветра до 11-16 метров в секунду. В южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди. Ведется непрерывное наблюдение уровня воды на гидрологических постах. Неутешительные прогнозы идут и из Тайшетского района. Там уровень реки Бирюсы поднялся и остается на чрезвычайных отметках. Накануне эвакуировали жителей села Бирюса. Их разместили в одной из школ города Тайшета. В населенном пункте остались только взрослые мужчины, которые присматривают за скотом. При этом жители отмечают, что сейчас в районе стоит хорошая погода, небо ясное. А в Зиминском районе уже ждут, что вода может резко подняться в оке. Река также берет исток в горах, как уже разлившиеся и Яуда, и Бирюса. Жители уже отмечают, что вода выходит на низины. Подтоплены некоторые дороги. К наводнению готовятся власти. Для возможного размещения эвакуированных будут использовать школы. Также ожидают, что из берегов может выйти река Белая. На участке НГА Мишелевка подъем воды, по прогнозам, составит 1,5-2 метра. Большой водой уничтожено все, и в том числе огороды. Это значит, что люди остаются на зиму без запасов. Сейчас, как сообщил председатель областного правительства, вопрос с помощью будет решен через Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сбор гуманитарной помощи ведет и Красный Крест. Пострадавшим от паводков нужно все. В этом фургоне продукты питания, теплая одежда и средства личной гигиены. Их пожертвовала одна из иркутских компаний. Все вещи предназначены пострадавшим во время паводков. Сбор гуманитарной помощи организовало Иркутское областное отделение российского Красного Креста. На сегодняшний день принесли более 500 килограмм вещей и продуктов питания. И мы по количеству сбора этих вещей будем формировать машину. Помочь жителям потопленных районов может каждая. Иркутянка Людмила Механикова узнала о сборе средств из социальных сетей. Ни родственников, ни друзей из пострадавших поселков у нее нет. Но поддержать людей, у которых разбушевавшаяся стихия забрала все нажитое имущество, решила без промедления. Принесла постельное белье и обувь. Нельзя оставаться равнодушными гору людей. То есть показывали, когда вода прибывает и уносит дома вместе с крышами. То есть мы сами садоводы-огородники. То, что затопило огороды у людей и остались на зиму без всего, меня это крайне трогает. Уже сегодня часть собранных средств отправят пострадавшим в Нижнеудинск. А сбор вещей и продуктов продлится до 5 июля. Приносить можно продукты длительного хранения, теплые вещи, обувь и средства гигиены. Адрес пункта приема в Иркутске, улица 2-я железнодорожная, 9А. Также вы можете помочь пострадавшим материально. Номера реквизитов указаны на экране. Марина Беклемишева, Богдан Юдин. Новости сейчас. Мы продолжаем следить за паводковой ситуацией в Иркутской области. Смотрите наши экстренные выпуски в 17, 18 и 22.00. Также своевременно вся актуальная информация будет появляться на наших страницах в социальных сетях. И пока на этом все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин